Военно-спортивный клуб «Гренадёр» и Павел Сюткин – большие друзья. Подобные встречи они проводят уже около десятка лет. Но абсолютно всегда, когда ветеран Великой Отечественной рассказывает о своём военном прошлом, у детей горят глаза. Не секрет, ценности у подрастающего поколения меняются. И задача нашего клуба – сделать так, чтобы мы готовили достойных граждан, защитников нашей Родины. Когда ребята встречаются вот с такими людьми, с живыми героями, с настоящими героями войны, в головах что-то остается. Павел Сюткин – личность легендарная. На фронт он ушёл добровольцем в 1942-м и прошёл путь от Брянщины до Восточной Пруссии. Артиллерист. Пять раз горел в бронемашине, пережил ранения и контузию. На его груди несколько десятков медалей. Орден Красного Знамени, Александра Невского, за боевые заслуги. Павел Павлович, какая у вас самая ценная награда и за что вы её получили? Это медаль «Золотая звезда» – герой. Она – герой России, но за мужество и героизм проявлено в Великой Отечественной войне. Награда нашла своего героя спустя более полувека. Звание Героя СССР Сюткину должны были присвоить ещё в 1945-м. Но из-за ошибки в документах это случилось лишь в 2008-м. Орден, но уже Героя России он получил из рук Владимира Путина. Ну а на этих кадрах президент вручает Сюткину юбилейную медаль в честь 70-летия Победы. А вот уже глава города Анатолий Пахомов дарит медаль «Признание и почёт сочинцев». В первую очередь за патриотическое воспитание. Павел Сюткин спешит передать свой бесценный опыт и знания молодёжи и совсем юным ребятам. Старается научить их чтить память и знать свою историю. Золотая звезда Героя. И как обидно иногда бывает. Павел Павлович, а что это такое? И люди не знают. И вы знаете, однажды мы с женой как-то гуляли по городу и в районе цирка проходили. Идут нас встречу две туристки из Японии. И не доходя вот так вот трёх шагов от меня останавливаются. Руки склали и кланяются. Увидел золотую звезду Героя. Ну а для воспитанников клуба «Гренадёр», для юных патриотов своей страны и будущих защитников Отечества, общение с живым участником этих страшных, но важных для страны исторических событий, просто бесценно. Я стремлюсь стать таким человеком, как Павел Павлович, потому что он герой России, он герой Советского Союза. И мне кажется, он великий человек. Подобные встречи с ветеранами проходят не только в преддверии праздников или в рамках военно-патриотических месячников. Они обязательно ещё встретятся и не раз, в том числе на юбилее Павла Сюткина. Этим летом Герою России исполнится 95. Ольга Десятого, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.